Всем доброе время и суток. Сегодня будем ремонтировать телефон фирмы Blackview BV6000. Такого телефончика. Распаковка у меня вроде была на канале. Случилась с ним неприятность. Вот так вот отклеился дисплей. Вот это вот внутри отходит скотч. Сначала человек думал, что это влага, положил на батарею. Стал еще хуже. Такой вот момент получился. Пробовали просушить фен. Тоже убрать вот эту вот, скажем так, влажность, которая там типа конденсатора. На самом деле, то есть эта проблема у многих такая была. Для этого решается она только одним способом. Это замена модуля. Вот модуль новый. Зеленый достать дорого. Заказал черный. Он дешевле. Вот так он выглядит. То есть задняя планка будет зеленая, верхняя будет черная. В принципе не критично. То есть из видимых частей только вот эти вот будут. Точнее останутся сзади. Также у некоторого проблема того, что аккумулятор начинает сдуваться его. Он приклеен хорошо и по счет этого корпус начинает выгибаться. Поэтому сразу был заказан аккумулятор. Замену оригинальному. Такой вот. Также здесь в комплекте зислоем идет скотч для проклейки аккумулятора, чтобы его приклеить. И, собственно говоря, вот сам модуль. Приступаем к разборке аппарата. Для этого нам понадобится набор инструментов и две биты. Здесь два разных типа винтов. Вот три с одной стороны, три с другой, того шесть и четыре таких. Но для того, ну прежде чем разбирать, нужно снять крышку, достать сим-карту и флешку. Здесь обычная плоская отвертка. Или как производитель позиционировал, можно взять монетку. И якобы легко открутить эти винты. Так, открутили винты. Снимаем крышку. Здесь резиновое уплотнение, которое тоже нам не понадобится. Достаём симку. И флешку. Ну флешку, в принципе, можно не доставать, но лучше достать всё сразу. Выбираем биту. Дальше откручиваем боковые. Здесь, по-моему, торкс какой-то T4. Кроме крышки, которая закрывает сим-карту с флешкой, все вот эти вот винты, они имеют уплотнение. И до конца выкручивать не стоит, они просто вынимаются. Тут вот такие вот уплотнительные колечки стоят. Их можно повредить, если полностью пытаться выкрутить. Так как он не идёт, иногда прилипает. То есть вот это при разборке надо иметь в виду. Такие вот они вот колечки. Кнопки тоже практически все одинакового размера, поэтому нужно соблюдать правильность установки, чтобы потом не снимать эти боковые накладки. Стоят достаточно плотно. Кнопки выполнены из металла. Здесь они имеют вот такой вот вид. Просто прорезиненные. То же самое повторяем с другой стороны. Открутив все боковые винты и сняв накладку, переходим к задней стороне. Здесь также 4 винта. Тоже они с прокладками. И здесь уже нужен торкс T6H. Технология та же. Вот видите, чтобы до конца не снимать. Можно порвать резиновое уплотнение. Размеры они отличаются. При обратной сборке перепутать сложно. Насчёт подозрений по поводу сдутия аккумулятора не знаю, что сказать. Аккумулятор здесь по заявлению хозяина держит хорошо. Хватает на несколько дней активного использования. Поэтому сейчас увидим в каком состоянии. Но скорее всего его поменяем, потому что есть новый. Всё. Корпус раскрутили. Всё сняли. Точнее все винты накладки сняли. И дальше просто поддеваем с какой-нибудь стороны. И разъединяем половинки. Есть прокладка. Вот так вот он выглядит в разобранном виде. Вот, кстати, на этом аппарате уже меняли динамик. Так как у них есть проблема то, что здесь набивается грязь. Всякий мусор. И неодимый магнит, который стоит в динамике, он его притягивает. И диффузор, он прилипает к магниту и не может двигаться. Соответственно, динамик перестаёт работать. Решается двумя способами. Либо разобрать, убрать старый герметик. Снять динамик, почистить, поставить на место. Он будет также работать. Либо купить новый. Вот как здесь. Ну, соответственно, всё пролить герметиком. Всё должно быть в порядке. Эта часть нам не нужна. Откладываем в сторону. Будем работать с этой. Вот, по ощущениям аккумулятор, ну, как-то визуально тоже не изменился. Всё, в принципе, одинаково. Приступаем к разборке. Для этого нам нужна крестообразная бита. И выкручиваем всё, что видим. Размер винтиков тоже одинаковый. Ещё ни разу не перекидывал начинку в другой корпус на данном аппарате. Поэтому, что и как, к сожалению, не знаю. Сразу здесь можно посмотреть. Здесь я вот заклеил шлейф. Он припаивается. Можно будет паять. Имейте в виду шлейф микрофоном. Прежде чем делать все манипуляции с телефоном, обязательно отсоединяем аккумулятор от платы. И продолжаем разбирать. Ну, либо начинаем. Смотрите, что закончилось. Muchas хрулишь. И... Ты care. Пока. Чтобы шлейф, в общем-то не любят. Аппарат. Недивиум. Аппарат. Аппарат. Горролин... У меня, логролин. Аппарат... итак при разборке аккуратно надо быть датчиком давления здесь находится вставленный находится вот на шлейфе выходить он просто так не хочет видно приклеим немножко в камере фокусируется так что пробуем снять материнскую плату также нужно отклеить этот вот шлейф дисплеер потому что вот здесь новый так понимаю что вот это вот сенсор сам дисплей аккуратно отклеить вот это вот контроллер который идет на шлейфе от самой платы держится на двухстороннем скотче клеивается достаточно легко и сложно и так извлекли вроде бы все элементы пробуем поддеть не идет значит будем смотреть что еще осталось не заметил один винтик также вот здесь с обратной стороны есть шлейф который нужно отсоединить все материнку сняли откладываем ее в сторону так вот она выглядит и вот он наш корпус разъединенный динамики разговорные отличаются есть вот резиночки которые необходимо переставить также фронтальная камера какие-то странные даты нанесены здесь вот такая дата такая дата здесь девятнадцатый год будущее и сейчас необходимо снять аккумулятор аккумулятор будем снимать варварски но аккуратно вот такой приклеенный аккумулятор немножко подрастинули его и теперь можно сравнить с родным по толщине точнее с родной заменой и измерим толщину это у нас новый аккумулятор а это вот который стоит в телефоне и явно толщина у него больше на целый миллиметр вот такой вот аккумулятор почему-то толще может быть конечно это вот накладочка играет роль хотя вот если без нее мерить не слишком сильно влияет то есть в районе миллиметра в принципе было достаточно для того чтобы дисплей и начал отклеиваться да стал еще сильнее собственно отклеиваем вот этот скотч двухсторонний он нам больше не пригодится аккуратно снимаем шлейф кнопок кнопки тоже нужно будет переставлять аккуратно в данном случае это шлейф кнопки камеры к сожалению на видео не очень удобно все это снимать монтировать поэтому скорее всего все это останется за кадром так вот сняли и вот можно сравнить старый новый корпус вообще дата изготовления получается у этого шестнадцатый год у этого восемнадцатый август поближе даты если интересно а так в принципе корпуса практически идентичны может какие то работ над ошибками не сделали не знаю ну вот это все пластик так корпуса пластиковые так сейчас я переставлю все кнопки и остальные элементы и продолжим итак подсобрал все в обратной последовательности добавил немножко оттонового скотча сейчас подключаем старый аккумулятор который был так как он точно заряженный и пробуем включить телефон аксиальный кабель нас пока не интересует включается он по моему на нижнюю кнопку и да картинка пошла ждем есть подсветка нет изображения проверяем все шлейфы еще раз подключаем питание пробуем пробуем включить подсветка вот есть а картинки нет буду пробовать разбираться пошел второй день ремонт этого телефона с ним уже заканчивается в общем что получилось пришлось все переставить в старый модуль подключить батарейку запуститься и накатывать и накатывать прошивки оказалось что вот эти новые вот эти экраны последние работа только с последними прошивками я этого не знал изначально отписался китайцы то что подсунул мне плохой модуль но оказалось что нужно было прошиться но непонятно было какой прошивкой шиться здесь изначально стоял шестой android последнее обновление было вообще шестнадцатый год стояло в безопасности патча поэтому пришлось накатывать все подряд сам последняя прошивка не заработала нужно было ставить их по очереди начиная с семнадцатого года в общем все муторно и запутано но в итоге все нормально на 4pd нормальной информации не было ставил методом тыка все нормально вот уже поставил кстати аккумулятор который пришел на замену родной держится отлично но деформированный ставить его не будем уже новый android стоит данные все стерлись неважно сейчас стоит седьмой android был шестой и вот такая вот прошивка модуль связи последнее обновление безопасности версии ядра и номер сборки на которой этот ютплей работает на других сборках у меня не запустился могу поближе вот сенсор работает нормально тест прошел то есть все хорошо откликается везде и соответственно можно дособирать телефон телефон и все нормально засветов нет пятен никаких нету пикселей тоже все хорошо наверно буду заканчивать чтобы вас не утомлять все в порядке сейчас припаяю микрофон соберу все обратно и приклею защитное стекло которое так же человек мне предоставил вот стекушка и ссылочки у меня были на такие вот в описании приклею стекло сюда так как здесь вот приклеена только транспортировочная пленка вот здесь каптоновый скотч положил вот пришлось много раз снимать ставить на дисплейпе я проверял очень неудобно потому что все время перекидываешь вот этот шлейф ну шлейф я не снимал достаточно было в принципе материнской платы перекидывать но неудобно то что кнопки приходилось забирать с собой на старый модуль который здесь был вот на этом пожалуй все спасибо что смотрели подписывайтесь на канал всем пока